Привет, с вами Фарнакс. Устали выбирать твердотопливный котел, разбираться в характеристиках и выяснять, чем они отличаются? Специально для вас мы отобрали три котла от компании Zota для того, чтобы на их примере ответить на ваши вопросы. Это троица Topol VK, Zota Lava и Zota Master X. И первым из этой великолепной троицы знакомимся с простым трудягой Master X. Огромная фронтальная загрузочная дверца говорит о том, что в него очень удобно загружать дрова. В тыльной части топки каналы подачи вторичного воздуха для повышения эффективности сгорания топлива. Эту фишку мы увидим и на других котлах Zota. Снимем заслонку газохода, за ней скрывается двухходовой жаротрубный теплообменник. Колосники наборные, чугунные, во всю площадь топки, что для равномерного горения угля очень здорово. Топка глубокая и широкая, для угля самое то. В линейке 6 мощностей и у 4 моделей есть чугунная плита, что говорит о том, что Master X еще можно отнести к от вам начального уровня. А так он выполнен добротно, с детальнейшей проработкой всех мелочей. Заявленный КПД 73%, а максимальная длительность работы на одной закладке длиннопламенного угля до 16-18 часов. Перейдем к следующему герою. Тополь ВК. Три мощности. 16, 22, 32 кВт. И главное отличие от базовой версии Тополь М – водонаполненные колосники и переработанный теплообменник. Котел стал эффективнее. В младшей версии глубина топки 38 см, в старшей – 64 см, так что и дровами удобно топить котел. Тем более топливо можно загружать через фронтальную дверцу, а догружать через наклонную верхнюю. Про эффективность водонаполненных колосников мы уже неоднократно говорили в наших роликах. О эффективности горению также добавляют каналы подачи вторичного воздуха. Ящик зольника невероятно емкий, и его можно опорожнять даже при работе котла. На буром угле котел работает чуть более 12 часов, а вот на длиннопламенном уже до 18. Встроенный термометр и патрубок подачи находятся в верхней части водяной рубашки, что исключает вероятность завоздушивания котла. Последний на сегодня герой – котел злота лава. Внешне практически брат-близнец тополя ВК. Но в линейке три модели на 13, 17 и 26 кВт, которые по мощности не пересекаются с линейкой тополя. Внутри также водонаполненные колосники, но уже с надежнейшим шуровочным механизмом, который делает работу с котлом гораздо удобнее. Да и уголь теперь можно выбирать практически любой – как спекающиеся сорта, так и уголь с высокой зольностью. Кстати, эти пластины изготовлены из практически неубиваемой стали IC321. А работает злота лава на одной закладке угля чуть менее суток. Заявленный КПД – 75%. Мы как-то оставили в стороне такую опцию котлов злота, как тены, которые можно установить для подогрева теплоносителя. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так на возможность увеличения длительности горения путем установки комплекта турбосет. В этом случае процесс горения будет контролировать автоматика. Уверен, что сейчас вы легче ориентируетесь в линейке котлов злота. А для того, чтобы окончательно определиться с выбором, заходите на сайт fornax.ru, изучайте, задавайте вопросы в специальной форме. И, конечно же, ждем вас в наших магазинах в городе Новосибирске, для того, чтобы лично познакомиться с каждым из этих котлов и понять, почему они нравятся другим покупателям. Ваши вопросы жду в комментариях. Ну и до новых встреч. Счастливо!